Друзья, телеканал «Импакт» приветствует вас! И снова вы на программе «Влияние». Мы живем в самое удивительное время, особенное время для этой страны. Страна Америка на преддверии выборов, выборов, которые решают очень много в нашей стране. И мы сегодня хотели бы с вами вместе поговорить о важности каждого человека, особенно гражданина этой страны, чтобы правильно участвовать, чтобы правильно реагировать на то, что происходит в нашем с вами обществе. Я хотел бы прочесть буквально несколько стихов перед нашей передачей. Псалом 24, 12, 13, 14 стих говорит следующее. Писание очень открыто, четко и ясно говорит о том, что Бог желает, чтобы люди на земле жили в благополучии, чтобы люди на земле могли пользоваться всяким благом, развиваться, строить свою семью. Строить здоровое, крепкое, сильное общество. Сегодня у нас в гостях очень важные гости. Я хотел бы представить сегодня Джанатан Заккери. Это брат, пастор, человек, который в своем сердце имеет желание двигаться вперед, что-то делать, чтобы в нашем штате происходили перемены, правильные перемены. И он сегодня с нами. С нами также Ирина Каленик. Она будет служить нам переводом, поэтому мы приветствуем вас. Брат мой, Джанатан и Ирина, мы приветствуем вас в программе. Спасибо, спасибо большое. Я хотел бы вначале задать для вас вопрос. Немножко расскажите о себе, кто вы. Первое, пожалуйста, пожалуйста, расскажите о себе, кто вы. Ну, да, 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 да. So, the way you pronounce my name, for everybody watching on TV, is Zachari-u. So, you just put an u on the end of the Zachari. So, we can all practice. And then, you can look at the camera. Zachari-u. Zachari-u. So, that's how you say my last name. And it's of Greek descent. It's from my parents. My mother and my father were born in Greece. My island, my, my island, my father was born on the island of Crete. Меня зовут Джанатан Закари-и-у. И именно так произносится моя фамилия, Закари-и-у. Мои родители из Греции. Они родились в Греции. И там встретили друг друга. So, my father was born on the island of Crete. And my mother was born in Athens, Greece. Мой отец родился на острове Крит. И моя мама родилась в Афинах. So, Crete is where Paul landed when he was on their way to Malta. He landed in Crete for a while. And then, he said, let's not go, because the weather is bad. Если вы помните, Павел остановился на острове Крит, когда он ехал в Мальту. That island right there, right before he left. And it was shipwrecked. So, that's where my father is from. Он остановился на этом острове, потому что погода была плохая. И именно с этого острова мой отец родом. My father was the second in the generation of being a minister in our family. Мой отец в нашем поколении был вторым, кто делал служение на нашей территории. The first person in our family line who was a minister was my grandfather. Первым, кто был миссионером в нашей семье, это был мой дедушка. И он нашел Господа просто читающий Библию. He had all these questions in his life. У него были разные вопросы в жизни. Because he thought life is very empty. My life is empty, and what's the meaning of life? Он считал, что жизнь – это пустота. И он всегда задумывался, что такое жизнь и какое значение жизни. Он нашел Библию в доме, потому что, согласно грецким традициям, Библия должна быть в доме, чтобы защищать дом. А грецкая церковь, она верит в то, что Библия должна быть в доме, но она не должна открываться людьми. Но мой дедушка открыл ее, и он начал ее читать. И он сказал, где была эта Библия всю мою жизнь? Он отдал свою жизнь Господу. И он стал проповедником. И когда он пришел к проповеднику в церкви, он сказал, что он принял Христа. И проповедник у него спросил, где ты принял Христа? И он сказал, что в своем доме я читал Библию, и я принял Христа, и теперь я верующий, я верю Иисуса. И он сказал ему, в тебе демон, в тебе бес, ты не можешь найти Иисуса сам. Он сказал, уходи отсюда иди к евангельским христианам. И он пошел к евангельским христианам. И он принадлежал к их церкви. И он рос во Христе. И он дальше продолжал читать Библию. И он увидел, как Дух Святой сошел на него, и он прочитал это в деяниях. И он также поверил, что если это было принято для них, то это также открыто для меня. И он начал молиться. Специфически про дар Божий, потому что Бог дал этот дар всем верующим Него. И он получил Дух Святой. И он пошел в евангельскую церковь. И он сказал братьям там, Я получил Дух Святой. О, нет, это не от Господа. Тебе нужно прекратить это. И его опять оттолкнули от этого братства. Но сила Господня росла в его жизни. И он любил все церкви, и он любил греческую церковь на то время. И он также любил евангелистов. Но он также страдал от гонений, потому что он провел два с половиной года в тюрьме за проповедование Евангелия. В христианской стране. Мы знаем, что вы знаете эту историю. Но он никогда не расслаблялся. И он всегда был радостный. И мой отец покаялся, когда ему было 17 лет. И он служил Господу всю его жизнь. Большую часть своей жизни он провел в Греции, но он также был пастором здесь, в грецкой конгрегации. Так же как и в славянских церквях здесь люди разговаривают и по-русски. Так же и мой отец, он был пастором в греческой церкви, где большинство людей говорят по-грецки. И я вырос в греческой культуре и ездил на миссии в Грецию и изучал их культуру и как бы вырос в этой культуре. Я знаю, что это длинное вступление, но я поверил в Господа, когда мне было 5 лет. И я верю, что мы должны говорить нашим детям рано, когда они еще очень маленькие про Иисуса. Они слушают, и их сердца расположены к Иисусу. И я вырос, и я пошел в библейскую школу, в библейскую школу, и сейчас, уже 21 год, я проведаю людям об Иисусе. Вот это мое маленькое вступление, и я уже женат 22 года. У меня есть трое детей. И мы живем в Сакраментое, и мы живем в Сакраментое уже около 10 лет. Что случилось? Что вы идете на пост, вы баллотируетесь в Ассамблею? Я баллотируюсь на позицию в Ассамблее. Это будет седьмой Дистрикт в Калифорнии. В Калифорнии есть 80 Дистриктов в Ассамблее. И 40 сенаторских Дистриктов. Голосование за кандидатов в члены Ассамблеи проходит каждые два года. И голосование за кандидатов в Сенат проходит каждых четыре года. А в Америке, в Соединенных Штатах, каждый гражданин Америки имеет право баллотироваться в кандидаты. Ассамблея исключительно создана для того, чтобы любой гражданин имел возможность баллотироваться на кандидаты в Ассамблеи. Именно в церкви в Дэвисе я уже нахожусь служителем 21 год, но до того я тоже проводил миссионерскую деятельность. Я также являюсь пастырем замечательной конгрегации в Дэвисе. И моя церковь полна молодых людей, которые ходят в Юси-Дэвис. И в течение двух своих лет учебы они посещают мою церковь и дальше покидают нас и живут своей жизнью. И я видел, как намного ухудшается политическая ситуация в Калифорнии. И я верю, что все, что мы получаем, оно впервые всего получается в молитве. И есть решение для нашего общества, и это решение в молитве с церковью. Но это другая часть именно активной церкви, это то, что мотивировало меня для того, чтобы баллотироваться в кандидаты на ассамблею. Наша общество нуждается в людях, которых, взгляд на мир, является самым. Не религиозно-центричным, но именно христоцентричным. Я не верю, что мы должны приносить свою религию в политику. И мы должны принести свои моральные предубеждения и социальные предубеждения в политику. Не все приносят, но мы как христиане должны это делать. Я не хочу стать ассамблеем, чтобы сделать ассамблею в Калифорнии, ассамблеей Божией. Это не одна из моих целей сделать из ассамблеи церковь. Это не одна из моих целей, чем правительство, ассамблея, 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 ассамблея. Это получается, что будет то же самое, что офис лойера церковь или офис доктора тоже церковь. Но есть доктора, которые верят в Бога, и есть юристы, которые тоже верят в Бога. И должны быть и политики, которые тоже верят в Бога. И чтобы они делали работу так, как хочет Бог, и чтобы оно было приятное Богу и людям. Поэтому я думаю, что мы должны поставить людей там, в законодательстве, как я просто описал. Поэтому я волонтерил, чтобы быть одним из них. И пытаюсь взять посетку в 7-й ассамблее. И я думаю, что люди, христиане, должны занимать позицию в ассамблее. И поэтому именно я решил баллотироваться в кандидаты на ассамблею. And just to be clear, there are men and women in the assembly today who do have a God-centered worldview. И я хотел бы уточнить, что в ассамблее сейчас есть люди, которые являются христианами и у которых обозрение на мир является христоцентричным. Но в нашем штате, именно в нашем штате, мы нуждаемся в большем количестве людей, которые имеют христоцентричность. Does that answer the question? Да. Да? Надеюсь, что это ответило на ваш вопрос. It's a long one. Да, да, it's good. Brother Jonathan. Yes. Да, я буду по-русски. Brother Jonathan. Я хотел бы, чтобы вы поделились вашим тоже сердцем. Could you please share everything that you have on your heart? Многие верующие сегодня, они как-то бесчувственно относятся к тому, что происходит в политике, в правительстве. People don't care about what is going on in politics. Угу. Поэтому, если вы поделитесь вашим сердцем и вашими проживаниями. So, if you share what's on your heart and what your experiences are. Я верю, что это поможет пробудить в многих верующих то же самое желание. I believe that that will wake up the same wish in many Christians. So, that's a wonderful question. You know, why go into the burning house? Это замечательный вопрос. Зачем идти в горящий дом? Why try and get a person who's in a crashed car out of that crashed car? Зачем доставать человека из побитой машины? Why go clean up a very, very dirty part of our house or a very dirty part of our neighborhood? Зачем чистить очень, очень грязную часть нашего дома или нашего neighborhood? Yeah, and then, by extension, why get into politics? И тогда тоже, зачем тогда участвовать в политике? The truth is that there are many forces in politics that are corruptive and regressive and even negative. I'll just call them negative. But it is a humongous area of influence for the lives of everyone who lives in this state. When a house is burning, if there's no one to go toward that burning house, not only will that house burn down, but the whole neighborhood. Если дом горит, и некому пойти, чтобы затушить этот пожар, то не только один дом сгорит, но все дома, что вокруг этого дома, сгорят тоже. So we have firefighters that attack the fire. Поэтому у нас есть пожарники, которые атакуют этот пожар и тушат его. When there's something that needs cleaning up, it takes people who are courageous, who want to get in and go clean it up. Somebody has to take some action to clean an area up, like a neighborhood or, again, a dirty room or something like that. So many times, if there's a picnic, it's fun to go to a picnic or fun to go to a church service. But I know that many of the people who are watching this program also know that Monday comes, and we go to work, and we fight hard for the things that we want to gain for our families. And I know, and I also know, and many of the people who are watching this program, that when it comes Wednesday, we all need to go to work and fight for what we want. Decisions that are made in the state assembly and in the national assembly affect the outcome of our personal efforts. They affect them directly. In a representative government like we have in the United States, where people vote, We have the privilege and the responsibility to form our own government. And I believe as Christians, we have an added obligation to make sure that we take the liberty that God has afforded us in this country and do all that we can to be a part of that process. Again, the first thing that Scripture calls us to is to pray for those who are in authority. And when Paul wrote to the Roman Church, at that time there was an emperor and everybody in government was assigned to their posts by the emperor. Как писал апостол Павел, что на то время был император в их стране и каждый был обязан подчиняться этому императору. Но в Америке, в Соединенных Штатах, люди сами выбирают своего императора на тот пост. And so we have an incredible opportunity to express what we believe or who we believe should represent us in the formation of our government. И мы, как христиане, у нас есть замечательная возможность выбирать того, кого мы верим, и мы считаем, что должны быть ответственны. So, is it okay if I read something from Scripture and we look at a story in the Old Testament? И я хочу прочитать часть из Писания в Старом Завете. In the Old Testament. So, it's 1 Samuel chapter 11. Это первая книга Самуила, первая книга царств, одиннадцатая глава. And it is the time when Saul was the king over Israel, king Saul. И это было время, когда Саул был царем над Израилем. It says, then Nahash the Ammonite came up to encamp against Jabesh Gilead. And all the men of Jabesh said to Nahash, make a covenant with us and we will serve you. They were scared, so they said, let's make an agreement and we'll serve you. We'll serve you guys so you don't do any harm to us. And Nahash the Ammonite answered them and he said, on this condition I'll make a covenant with you that I may put out all of your right eyes and bring reproach on all of Israel. So, we're going to have peace, relative peace, if you guys pluck your right eye out. Только если вы выколете свое правое око. Now, the reason it says they ask for the right eye to be plucked out is because it makes the warrior incapable of fighting on the field. Причиной почему было сказано, чтобы выколоть правый глаз, это потому что это не дает возможности солдату воевать на войне. You lose your depth perception, you don't understand clearly where the enemy is by having one eye. Тогда ты не понимаешь, насколько далеко от тебя враг, если у тебя только один глаз. But also the right eye, in old warfare, you would use a shield that covered the left side of your body. А в старые времена, когда проводилась война, левой рукой держался щит, который закрывал бы левый глаз. And you fought with the right hand. И правой рукой всегда воевали. So the shield would come up on the left. И щит закрывал бы с левой стороны. And you peek around the shield with your right eye. И выглядываешь из-за щита правым глазом. To be able to fight the war. So it's depth perception and it's also the ability to fight. Для того, чтобы была возможность воевать. So the guys are saying, you pluck your right eye out, we'll be fine. Ну вот он и сказал, если вы выколете правый глаз, тогда будет все нормально. And where he talks about bringing a reproach to Israel, or bringing shame to Israel, is that you're gonna do this to yourselves. И он говорит о том, что вы приносите позор на Израиль. И он сказал, что вы делаете это сами. And I'm gonna pull your eyes out. And you're gonna agree to it. And that's gonna be humiliating to you. I beat you. И вы согласитесь на то, чтобы я выколол ваши правые глаза. И это вам будет очень унизительно. So you think at verse 3, they will all be upset and get angry and say, no, never, we are the children of God. We're not gonna pluck our right eyes out. И с другой стороны, можно было бы подумать, что как дети израильские, они бы были возмущены и сказали бы, нет, мы не позволим такого. Нет. Нет. We're not plucking our eye out. We're not gonna pluck our eye out. That's what they should have said. Мы не разрешим этого сделать. Мы не согласимся на то, что нам выкололи глаз. И сказали ему старейшину и Ависа, дай нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. Они не кричали, они плакали. Они сдались. Это история Божьих людей. Которые сдались. Враг сказал, я выколю ваши глаза. Они начали плакать, у нас нет выбора. Они забыли, что они могут воевать. Эти люди ужасные. Они контролируют определенную часть нашей жизни. Кто мы такие, чтобы воевать? Ну, мы Божьи люди. Вот и все. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иовиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И история продолжается тем, что он взял волов, и он разрезал вола на части и распределил эти части по всему Израилю. И он сказал, если вы не соберетесь здесь для того, чтобы воевать, мы сделаем это со всем Израилем. Тогда большая армия собралась и абсолютно уничтожила всех этих манипулянтов. Мир был наполнен унижением. Часто христиане, они их обвиняют в том, что они унижают остальных людей. И иногда это является правдой, что христиане унижают людей вокруг себя. Но сейчас, в Калифорнии, есть много людей которые унижают христиан. Они говорят христианам, вы не можете быть при власти, вы не должны голосовать. Разделение церкви и нации. Нельзя приносить свои верования в мир. Вы не можете решать за свою семью, мы решим за вас. Вы будете слушаться каждый закон, который мы сделаем, и вы будете любить эти законы, и вы не сможете ничего сделать против них. Мы руководим, и вы будете нам служить. А вы будете нам служить? Нет. Нет. Я не буду служить унизителю или кому-то, которого нет Христа. Я не говорю о том, что мы должны идти на войну, потому что наша война, наша битва, это не против плоти, но против морали и духа. Но мы можем сделать перемену, и мы можем воевать там, где нам дано право, это идти и голосовать. Люди должны голосовать для того, чтобы поместить тех людей при власти, которые соответствуют им их верованию. Потому что христианин, он также является гражданин. И никто не может сказать гражданину, что он не имеет права голосовать. Но трагедия в том, когда христиане говорят друг другу, что им не надо голосовать. Когда христиане говорят, что мы не должны быть задействованы в этом мире, потому что это все тьма и это все ужасно. Много вещей в нашем мире некрасивые. Но когда мы идем обратно, и когда церковь сдается, она создает вакуум. Большой разрыв. И это единственный путь, как темнота может уходить. Когда свет уходит, тогда появляется тьма. Иисус сказал, что вы свет миру. И Он сказал, что мы не должны прятать свой свет. Он сказал это для того, потому что Он... Он переживает за тех, кто является во тьме. И Он призывает нас, чтобы мы были светом и солью в этом мире. И Он сказал нам, чтобы мы были заняты до тех пор, пока Он придет. И когда-нибудь мы станем перед Господом, и Он спросит в нас... Он спросит, что мы делали со своей жизнью. И одна вещь, которую мы должны делать, как граждане, это быть задействованы. И молиться. И быть решением. Не просто говорить о том, насколько плохо наша жизнь. Но также предлагать свои решения. Общаться и доносить это до всех своих соседей. И делать то, что хорошо. Потому что если Божьи дети не будут делать то, что хорошо... То кто будет делать это? Многие... Многие сегодня очень не согласны с тем, что происходит в правительстве. Я думаю, что для всех телезрителей будет важно знать что вы видите, что происходит. И я верю, что многие зрители, И как вы относитесь к этому? Одна из главных проблем, которые происходят в Калифорнии Это уменьшение работ Маленькие, средние, большие бизнесы Им становится намного труднее вести свой бизнес или зарабатывать Причина, для чего бизнес создан, это чтобы зарабатывать И заработки это не зло Заработки это то, для чего люди работают Чтобы они зарабатывали деньги и приносили их своей семье Но большая часть в нашем правительстве сейчас Они ведут философию пропуская законы Которые урезают права бизнеса Ограничивают права бизнеса И taking more taxes And more fees For each business to do business It costs more and more Это налоги на бизнес Которые забирают деньги у бизнеса Чтобы И получается бизнесу все труднее покрыть свои затраты И они также верят Это не только налоги Но и регуляции Они сделают правила Какие бизнесы работают И каждый год Они добавляют Это более и более сложное Для бизнеса Но не только налоги А делают трудным Для того чтобы вести свой бизнес Но также регуляция Со стороны Со стороны Со стороны Наших Законопроектов Которые Не дают Свободы бизнесу И делают то что хочет бизнес Они верят В то что надо ограничить свой маркет Они задерживают бизнес Когда вы разговариваете с теми Кто делает законы Они никогда этого не признают Все говорят что мы хотим замечательную экономику Но законы Законы которые они принимают Они просто связывают руки бизнесу И бизнесы Они сделаны с людей Мы не можем видеть бизнес без людей Люди идут на работу И они зарабатывают свои деньги И платят налоги И платят налоги И они хотят быть ответственными И они хотят быть ответственными В своем обществе И все это является частью бизнеса И частью нашей страны Но есть много политики Которые верят Которые верят что Бизнес Должен быть Их свобода Должна быть врезана И Должны быть поставлены Какие то рамки Которые верят Которые верят Которые принимаются В Ассамблее И в Сенате В Калифорнии Которые влияют Прямо на наши бизнесы Мы имеем Сейчас цены на бензин Очень сильно подорожали Сейчас Сейчас Я вижу Газ Толк что Когда я ехал сюда, я увидел заправку, на которой бензин был дешевый. Это 4 доллара 19 центов. The price of that gas can go down next week if California does one thing. Цена бензина может пойти вниз только если California сделает одну вещь. They get rid of all of the different formulations of fuel. The formulas. Когда Калифорния избавится от разных формул бензина и топлива. California has a northern California and a southern California formulation of gas. В Калифорнии есть формулы северной Калифорнии бензина и формулы бензина южной Калифорнии. They have a winter blend and a summer blend. У них есть зимняя смесь и летняя смесь. And no other state in America has it. И ни в каком другом штате Америки такого нету. So it costs a dollar more to make a gallon of gasoline in California than anywhere else. Поэтому в Калифорнии это стоит на доллар дороже, чтобы сделать бензин, чем в любом другом штате. Если бы западные штаты или вся страна согласилась на то, чтобы иметь одну формулу для бензина. The gallon of gas, it's 4.19 around the corner. Бензин, который сейчас стоит 4.19. By next week, next month would be 3.19. До конца следующего месяца он был бы 3.19. That is a problem made by bad laws. Это есть одна из тех проблем, которые созданы плохими законами. The Campbell's Soup Factory. Have you heard about the Campbell's Soup Factory that just closed? Вы слышали про компанию Campbell, которая только что недавно закрылась? The factory was built in 1947. Эта компания завод был построен в 1947 году. Campbell's is shutting it down because they cannot modernize it anymore. It's the most, it's the costliest factory they have in the nation. They can't turn around and build a new manufacturing plant in California because it will cost 2 or 3 or 4 or 5 times more than building it in other states in America. Потому что это будет стоить в 2, в 3, в 4 или в 5 раз дороже, чем в любом другом штате в Америке. Next year, a law that's only in California has passed and will be fully implemented called AB23. Is it AB23? Which one you're talking about? AB26. 26. AB26. Начиная с января 2013 года, в действие войдет новый закон, который был принят... What year was it? It was passed 4 years ago, but it's fully implemented next year. Этот законопроект прошел 4 года назад, но он вступает в действие в январе 2013 года. Every business that does any kind of manufacturing will have to have carbon credits to operate. Согласно этому законопроекту, каждый бизнес, который изготавляет что-то, им будет дан кредит на вырабатывание... Carbon dioxide. Yeah, to operate. Well, just carbon credits, just call it carbon credits. So then if you have a smokestack and you make smoke from your factory... То есть, если у вас выходит дым из вашего загота... You have to pay carbon money. The carbon credit you buy, you have to pay back to the government. Тот кредит на выхолопные газы, которые вам дали, вы должны его отдавать обратно. And if you run out of your quota of carbon production... И если у вас закончился этот кредит уже... You have to purchase it from other businesses that don't use them up. Вы должны покупать эти кредиты у других бизнесов, которые не используют все кредиты. So we've created a new currency in California. Carbon credit currencies, like money. То есть, у нас есть новая валюта в Калифорнии. Это валюта выхолопных газов, кредит этот. For businesses to operate. Для бизнесов, чтобы они работали. Ни в каком другом штате такого нету. The way that California has it. Так как Калифорния. So what's going to happen in manufacturing in California? Everybody's going to leave. То есть, какое будущее для бизнеса, которые вырабатывают что-то? Они покинут Калифорнию. And added cost. Потому что это лишние затраты для их компании. Нас примерно осталось 10 минут, и я бы хотел бы... Хотел бы я задать вопрос насчет, как вы смотрите на то, что сегодня правительство пытается навязывать в школах детям свои законы, которыми абсолютно не согласны ни родители, ни нормальный здоровый человек. What do you think about the bills that are being passed right now, about that infringe on religious and rights of the parents, of the families, and the morals that are being taught at schools? Yeah, we're going to need another show. But anyway, let's go quickly, as quickly as possible. Для этого надо будет следующую серию нашего шоу. A bill called 2109 just passed. It was signed by the governor. Законопроект 2109 был подписан губернатором только недавно. The legislature has decided that every child will be fully immunized or they can't go to school. Well, you might say, that's a great idea, immunization, that's a great idea. Можно подумать, что это замечательная идея, будут давать прививки всем. But the way they wrote the law. Но так, как они написали этот закон. Many mothers who have maternity leave and then return to work at six weeks later or eight weeks after they gave birth. Много матерей, которые в декрете и которые возвращаются на работу после шести или восьми недель. If they have to put their child in the daycare. Вместо того, чтобы отдать своих детей в садик. It has to be immunized before it goes in the daycare. Детям нужно сделать прививку перед тем, как отдавать их в садик. There are stages to immunization. Есть этапы прививок. Before a parent could decide when the child gets the immunization. И раньше родители могли решать, когда их ребенку сделать эти прививки. Сейчас закон заставляет родителей и говорит родителям, когда делать эти прививки. Нет больше никаких исключений. Нет родительских прав и выборов. И дети должны иметь все прививки сделанные. Including hepatitis B immunizations. Включая гепатит B. Which only can be contracted if you are an intravenous drug user or have promiscuous sex. Гепатит B, который передается только если вы принимаете наркотики или имеете секс очень часто. So you can't say my baby, I don't want my baby to have hepatitis B. То есть вы говорите, что я не хочу, чтобы мой ребенок имел эту инфекцию, hepatitis B. In January, it'll be illegal. И в январе это будет нелегально. There are laws that have been passed that are going to be implemented next year. Есть много законов, которые войдут в действие с января 2013 года. Это учить историю в Калифорнии. Учить про людей, которые сделали что-то для Калифорнии. И при этом учить то, какой ориентацией они были. And please forgive me for even saying it on the show. Maybe people are getting offended and turning the TV off. And saying, what is that preacher saying? Простите меня за прямоту, но может люди просто выключают телевизор уже. But it's the law of Калифорния. Но это законы Калифорнии. They're going to start teaching children. Они будут учить детей. From kindergarten on. Из садика и дальше. The contributions. То, что внесли. That the homosexual and lesbian community have made to the history of Калифорния. Что гомосексуалы и лесбиянки внесли в историю Калифорнии. Now, I have no problem teaching California history. У меня я не имею никаких проблем с тем, чтобы учить историю Калифорнии. Or even if people who maybe have these lifestyles did something good in California. Даже если эти люди, которые ведут такие образы жизни, действительно что-то сделали для Калифорнии. But why indoctrinate our children with a sexual lifestyle? To make the sexual lifestyle what is making history? That it's defined by what they did with their sexuality. Но зачем эндокринировать уже наших детей тем, что люди, которые вели такой образ жизни, именно ставить, подчеркивать их образ жизни на том, что они сделали для общества? У нас время наше убегает. Такой вопрос. The time is almost over. Мы имеем всего лишь 4 минуты. We have only 4 minutes. Что могут делать верующие сегодня? What can Christians do today? They can get registered if they're not registered to vote. Христиане могут зарегистрироваться, голосовать, если они еще не зарегистрированы. And then they need to vote on November 6. Им нужно идти и голосовать до 6 ноября. Регистрация закрывается 22 октября. Yeah, the registration ends by October 22, which is a week from Monday. This coming Monday. This coming Monday. А в понедельник, 22 октября, последний день, когда можно зарегистрироваться, голосовать. And they need to tell their friends. И нужно рассказать всем своим друзьям. To get registered and to vote. Чтобы зарегистрировались и голосовали. And on the day of the vote. И в день голосования. If it's raining really hard. Даже если идет сильный дождь. And the winds are blowing. И дует сильный ветер. And it's so bad, the ducks are not flying. И даже уточки не летают. Christians must go and vote. Христиане должны идти и голосовать. And I'm saying this specifically. If specifically the weather is really bad on November 6. И я говорю именно, что если погода очень плохая 6 ноября. Over Sacramento for some reason. По какой-то причине. В Сакраменто. Make sure you go vote. Make sure to go vote. Пожалуйста, будьте уверены и определитесь, чтобы идти голосовать. В течение одной минуты скажите, если кто-то желает поддержать пастор Джон, там, его, так как он баллотируется, как они могут помочь? How can somebody help you if they have a desire to help you with your campaign? They can go to zaccforsac.com. Z-A-C-4-S-A-C dot com. Можно зайти на website zaccforsac.com. Это z-A-C, номер 4, потом s-A-C dot com. Facebook, zaccforsac. У него есть тоже страничка на Facebook. And find us, and there are many ways to help. You can help us walk in neighborhoods and tell people about me. You can help make phone calls. And you can send money. I don't need a lot of money, but I do need some more money. We are printing flyers, posters, and trying to send mailers, things in the mail. And we need money for that. And now we are printing flyers, posters, and we want to send people to send mailers. Спасибо, пастор Джонатан, спасибо, Ирина, за то, что вы были с нами сегодня. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, наше время приходит к заключению. Я думаю, что каждый верующий, каждый здоровый, нормальный человек, который думает о будущем, о добром будущем, о позитивном будущем, сегодня услышал еще один призыв к тому, чтобы мы можем что-то делать. Покуда еще христиане что-то могут сделать, я обращаюсь к вам, друзья. Не забудьте о вашем праве. Первое – молитесь. Апостол Павел говорит, если вы хотите жить доброй, спокойной, мирной жизнью, молитесь. Но мы уже сегодня слышали, что в Риме люди не могли голосовать, чтобы выбирать правителей. И там правители насаждались. Но здесь у нас есть право. И я думаю, что если бы апостол Павел знал об этом праве, он написал бы – молитесь. И когда приходит время голосовать, идите, чтобы выразить ваше понимание, поддержать тех людей, которые более благонадежны для Царства Божьего и могут принести благословение. И в заключении этой передачи мы еще раз благословляем вас именем Господнем, еще раз призываем вас делать то, что правильно. И хочу сказать еще раз вам огромнейшее спасибо. Наше время пусть Бог благословит. И так хотелось бы, чтобы Бог помог вам быть в той позиции, на которой вы баллотируетесь. Спасибо. 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 Спасибо.